Изначально предполагалось, что рассмотрение консессионных инициатив будет осуществляться администрацией города, а принятие решения о возможности или невозможности заключения консессионных соглашений будет в компетенции Думы. Однако федеральный закон о концессии в отношении систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения предусматривает особые условия и очень сжатые сроки для рассмотрения вопроса. Поэтому распределение полномочий между органами местного самоуправления пришлось пересмотреть. В результате проведенной работы на профильных комитетах Думы и администрации города Сарова депутатами было принято решение о возложении полномочий по принятию решений на администрацию города. С момента поступления частной инициативы до момента принятия решения о возможности или невозможности заключения консессионного соглашения должно пройти не более 30 календарных дней. И именно этим в том числе вызвано изменение решения о перераспределении полномочий и передача всех полномочий на уровень администрации города принятия решений. Впрочем, это решение не лишает депутатов возможности влиять на условия консессионных соглашений. Планируется создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу, которая будет обсуждать ключевые параметры и условия консессионных соглашений, в том числе влияющие на тарифы. В целях рассмотрения частной инициативы, проведения переговоров по вопросу согласования долгосрочных параметров регулирования и тарифной модели предлагается создавать межведомственную рабочую группу с участием депутатов, представителей ресурсоснабжающих организаций города, с участием представителей администрации города САО, как раз для того, чтобы коллегиально рассматривать поступившие инициативы, предлагать какие-то решения. Решение администрации о заключении консессионного соглашения будет приниматься с учётом выводов и рекомендаций рабочей группы. Такое распределение полномочий в вопросах заключения консессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения, депутаты поддержали подавляющим большинством голосов. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.